Земля Земля Маленькая планета, приютившая на себе маленьких человечков. Дарующая жизнь огромному многообразию организмов, жизненные циклы которых тесно переплетены друг с другом. Первая зависит от второго. Когда без третьего не существовало бы первого. Для жизни людей на планете существуют уникальные процессы и условия. Без них наш вид возможно не появился бы на свет. Но разве всегда условия были такими? Конечно же нет. Миллионы лет назад условия жизни на Земле были созданы для совершенно других существ. Они были больше, сильнее и жили по совершенно другому порядку природы. Развитый интеллект не всегда означал превосходство над другими видами. А огромные размеры не были показателем силы. В их мире, да, это можно назвать не нашей Землей. Это совершенно иная планета Земля. Очень похожая, но другая. Так вот в их мире было множество существ, которые выделялись из общей массы. Даже не очень большие динозавры могли убивать крупнейших травоядных и давать отпор самым опасным хищникам. Десять самых опасных динозавров в мире. Но перед тем как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк под это видео. Если тебе нравятся наши ролики и ты хочешь, чтобы они выходили чаще, давай наберем под этим роликом одну тысячу лайков. Если эта цифра будет достигнута быстро, то мы сразу же выпустим новое видео. Не веришь? Давай проверим. Так мы увидим, что вам действительно интересно и будем работать быстрее. Начнем, пожалуй, с одного из самых известных и популярных динозавров. С Велоцираптора, который обитал в меловом периоде примерно 75 миллионов лет назад. Велоцираптор был относительно маленьким динозавром, достигавшим 2 метра в длину и полметра в высоту и весившим 20 килограммов. Главное преимущество Велоцираптора – большой мозг. Если быть точным, то вторым по размерам среди всех динозавров. А также этот случай доказывает то, что размер мозга все-таки имеет значение. Он был одним из самых умных динозавров в истории. Также Велоцирапторы охотились стаями, что вместе с их высокой скоростью бега, а это около 40 километров в час, позволяло им быть одними из самых успешных охотников своего времени. Труадон Труадон обитал на территории современной Северной Америки в конце мелового периода около 70 миллионов лет назад. Он был похож на Велоцираптора по длине и массе тела. Но у Труадона есть одно очень важное отличие. Как вы, наверное, уже поняли, это размер мозга. Труадон обладал самым большим по величине мозгом среди динозавров. Такой размер мозга, относительный размером тела, позволяет ученым понять умственные способности Труадона, которые были на уровне попугая. Также у хищника были увеличены некоторые другие отделы мозга, контролирующие движения и равновесие тела, что подтверждает мнение о Труадоне как о хорошем бегуне. Сообразительность Труадонов позволяла им координировать между собой действия во время охоты, поэтому стая Труадонов могла добывать достаточно крупную дичь. Мапузавр Этот гигантский динозавр был страшен не только своими размерами. Это был также отважный охотник, который преследовал некоторых из не менее крупных динозавров того времени, таких как Аргентинозавр, который в среднем достигал длины до 35 метров и мог весить невероятные 100 тонн. Мапузавр со своей стороны имел длину до 11 метров и среднюю массу тела около 3,5 тонн. Так как же тогда ему удавалось ловить крупную добычу, размер которой в несколько раз превосходил мапузавра? Останки окаменелости проливают свет на это. После тщательного анализа кучи костей, принадлежащих этим охотникам, палеонтологи обнаружили, что мапузавры были социальными животными и охотились стаями. Таким образом, они могли преследовать более крупную и грозную добычу. Майюнгазавр Майюнгазавр правил землями на территории современного Мадагаскара от 70 до 60 миллионов лет назад. Здесь он был воплощением ужаса не только для других животных, но и для других майюнгазавров. Было обнаружено несколько окаменелостей этого динозавра, укусы которых совпадают с рисунком зубов майюнгазавра. И это означает, что эти динозавры иногда охотились на своих же сородичей. Но активно ли они охотились друг на друга, пока не ясно. Возможно, они ели только мертвые души своих сородичей. Регулярно же эти динозавры питались завроподами, жившими в той же экологической системе. Кроме того, майюнгазавр занимал первое место в пищевой цепочке, поскольку у него не было конкурентов. Хотя он даже не был самым крупным жителем Мадагаскара того времени. В среднем майюнгазавр имел длину от 6 до 7 метров, а вес его составлял около тонны. Уникальной особенностью этих хищников была толстая морда, которая могла сыграть важную роль в их охоте. Анкилозавр Возможно, вы не ожидали увидеть такого малоголового и глупого пожирателя растений. Такого как анкилозавр. Но обратите свое внимание на одну очень характерную черту тела этого динозавра. И я думаю, вы обратили внимание на его хвост. И вы будете правы. На конце хвоста анкилозавра была массивная 45-килограммовая дубина. Эквивалент средневековой булавы. Эта дубина помогала компенсировать недостаток интеллекта и скорости у анкилозавра. Один меткий взмах этой дубины мог легко сломать заднюю лапу голодного хищного динозавра. Или даже выбить несколько его зубов. Так что любители полакомиться легкой травоядной добычей обычно не просто уходили ни с чем. А еще и получали различные травмы, которые могли стать причиной их дальнейшей смерти. Аллозавр Аллозавр является самым распространенным хищником юрского периода. А также одним из самых успешных. По размеру его можно сравнить с тем же тираннозавром. И как мы знаем, аллозавры могли спокойно охотиться на добычу в несколько раз больше их самих. Так как они охотились стаями и были социализированными животными. Также их можно сравнить с велоцирапторами. Такие же быстрые и умные, только вот аллозавр мог похвастаться большими размерами. Что и делало их более смертоносными хищниками своего времени. Гиганатозавр В меловой период динозавры Южной Америки, как правило, были крупнее и свирепее своих собратьев, чем в других частях земного шара. Доказательство этому — гиганатозавр. Трехпалый хищник массой от 8 до 10 тонн. Он был одним из немногих зверей, способных соперничать с тираннозавром по размеру и силе. В зависимости от экземпляра считается, что он был немного меньше кархарадонтозавра, о котором мы еще поговорим. Но длиннее, выше и тоньше, чем тираннозавр. Он был самым быстрым из этой тройки, опережая остальных по крайней мере на 16 км в час. И все это благодаря превосходному балансу. И из всего этого напрашивается неизбежный вывод. Гиганатозавр был одним из немногих способных сразиться с Терексом и выйти победителем. Кархарадонтозавр Это близкий родственник гиганатозавра и мапузавра, который обладал более внушительными размерами, чем они. Длина его тела составляла 14 метров, а масса тела могла достигать 15 тонн, что превышает максимальную массу тела того же тираннозавра. Также он имел огромный череп, в челюсти которого скрывались 20-сантиметровые зубы. Они могли прорезать плоть как нож по маслу и оставляли зияющие раны, которые быстро выводили добычу из строя. Хоть Кархарадонтозавр был массивнее тираннозавра и имел огромный череп размером с человека, Кархарадонтозавр вместе со своими близкими родственниками были более примитивными динозаврами с меньшим мозгом, что уже не позволяло ему быть таким же хитрым и умным как Терекс. Спинозавр Большинство динозавров в этом видео были большими, но ничто не сравнится с могучим спинозавром. По сей день он остается одним из самых крупных хищных динозавров, когда-либо существовавших. Большинство палеонтологов полагает, что длина его тела составляла от 12 до 15 метров, а рост 6 метров. Помимо размера, спинозавр также известен своим плавником на спине, благодаря которому спинозавр мог спокойно плавать под водой и вести там охоту. Охота спинозавра происходила не в стае, как у многих хищников, а в одиночестве. Спинозавр охотился на птерозавров и травоядных обитателей того времени, поджидая их из засады. Но все же основной рацион питания составляли рыбы, но иногда спинозавр мог нападать на акул, черепах и крокодилов. И все это делало их одними из самых опасных динозавров того времени. Не только на суше, но и в воде. Но только вот все, что мы вам показали, это не спинозавр. В 2020 году по найденным останкам определили, что это совершенно другой вид. Родственник спинозавру ему дали название Сиджиль Масазавр. В то время как новый облик спинозавра стал вот таким. Тиранозавр Рекс. Тиранозавр Рекс не нуждается в представлении. Ему предшествовала его репутация абсолютного хищника и самого опасного динозавра, когда-либо бродившего по земле. Тиранозавр Рекс буквально означает «король ящеров-тиранов». И у нас нет никаких сомнений в том, что он оправдал свое название. Имея около 6 метров в высоту и 14 метров в длину и весивший 7 тонн, тиранозавр когда-то считался самым крупным наземным хищником в истории. Но последующие открытия гиганатозавра и кархарадонтозавра заставили усомниться в этом. И теперь между ними идет постоянное соперничество в размерах. Он ходил на паре мощных задних лап и мог бегать так же быстро, как профессиональный футболист. Но его проблемы с балансом не позволяли ему догнать того же гиганатозавра. Мозг Тирекса был вдвое больше, чем у большинства других хищных гигантов. А его интеллектуальные способности практически не уступали тому же Велоцираптору. Но остается вопрос, как тиранозавру Рексу удается держаться за свою корону. Возможно, он не был самым большим, самым быстрым, тяжелым или умным. Но король был абсолютным универсалом. Его необыкновенное обоняние позволяло тиранозавру выслеживать добычу на больших расстояниях и вынюхивать брошенные трупы. А также у него есть секретное оружие. Его феноменальный укус, который был сильнее, чем у любого наземного животного, которое когда-либо существовало. Его челюсти кусали с огромной силой. Почти с такой же огромной, как вес его собственного тела. В то время как другим динозаврам приходилось по нескольку раз кусать добычу, Тирексу достаточно было одного раза. Мы никогда не узнаем, был ли тиранозавр Рекс абсолютно свирепым и страшным, чем другие динозавры. Или охотился ли он на живую добычу, или проводил большую часть своего времени, пожирая уже мертвую тушу. В любом случае, нет сомнений в том, что тиранозавр Рекс был полностью функциональной машиной. Убийств. А как вы думаете, какой динозавр был самым сильным в истории? Пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте, что как только на этом видео набирается тысяча лайков, мы сразу же выпускаем новое видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok